Здравствуйте! Приветствую всех, кого интересует садоводство. Сегодня 29 августа 2023 года, нахожусь на юге Харьковской области. Перед вами персик Хасанский. Для начала расскажу немного о истории его происхождения и как он у меня оказался, а затем покажу его поближе. Железов Валерий Константинович, сибирский садовод, родом из Украины, которого многие знают по его фильмам, по его опыту и достижениям в садоводстве, и распространение этого персика, в том числе и в Украине, это именно его заслуга. Как-то ему рассказали, что в поселке Сизая, Шушенского района Красноярского края, живет женщина, у которой растет персик. Он, разумеется, эту женщину нашел и из-под снега отрыл последнюю живую веточку из этого дерева. Саженец она заказывала, по-моему, с Дальнего Востока, могу ошибаться, уже точно не помню, как персик Хасанский, так этот персик оказался у Валерия Константиновича. И если он у него не плодоносит каждый год, то, по крайней мере, не вымерзает полностью, а зимы у него бывают ниже 40 градусов. После этого этот персик оказался у его друга, садовода Чернобаева. И уже от него он попал к садоводу из Урала, известному в определенных кругах, Малькову. И вот именно от Малькова впервые этот персик попал в Украину. Я в свое время тоже сильно этим персиком заинтересовался. И в 2017 году связался с Валерием Константиновичем и заказал 10 косточек этого персика. Черенки заказывать побоялся, потому что ехать им далеко. Они могли не доехать в живом виде до меня, поэтому заказал косточки. И сейчас имею 5 сиенцев, 5 уже взрослых деревьев персика Хасанского, за что я Валерию Константиновичу Железову безмерно благодарен. Существует несколько видов, или если угодно сорта форм, таких диких персиков. Если в таком холодном климате, как например в Сибири, такие персики особо ценны сами по себе, потому что другие просто не выживают, то у нас в Украине их используют в основном как подвойный материал. Кроме Хасанского у нас можно встретить еще персик Раконевецкий, персик Манчжурский. Раконевецкий не слишком распространен, а вот персик Манчжурский массово используется как подвой для культурных персиков. Он у меня тоже есть, покажу его немного позже. Именно как подвой персик Хасанский меня интересует. И не только для прививки персиков, также я экспериментирую с прививкой сладкого миндаля на персик Хасанский. Позже я сравню персик Хасанский и персик Манчжурский. Расскажу, почему я предпочитаю именно Хасанский, и чем он лучше Манчжурского. К этому времени, на конец августа, плоды уже полностью созрели. Третья той половина плодов уже на земле. Вот если сделать вот так, то они очень охотно осыпаются. Думаю, дней через пять их уже на деревьях не останется, поэтому сейчас надо плоды срывать, пускать на переработку и выбирать косточку. Заготавливать для подвоя. Плоды имеют такой небольшой загар. Но это те, которые больше находятся на солнце. Остальные вот такие, более невзрачные. Сейчас положу на весы семьдесят четыре грамма. Шестьдесят восемь. Это вот такой побольше. Семьдесят шесть. Если взять самые маленькие. Пятьдесят один грамм. Пятьдесят. Где-то пятьдесят семьдесят грамм. Весят плоды, но это зависит от нагрузки. Чем больше будет плодов, тем они будут мельче. Сейчас разломаю. Вот такая мякоть белого цвета. И такая вот красная, красивая. Красивая красная мякоть возле косточки. Косточка отделяется легко. И она очень мелкая. Позже сравню ее с косточкой персика манчжурского. На вкус персик кисло-сладкий. Но когда он полностью мягкий, уже полностью вызревший, то кислота практически не ощущается. Вполне сбалансированный, приятный вкус. Но, конечно, со вкусом культурных, стартовых персиков сравнивать нельзя, потому что там он более такой богатый, что ли. Но все равно персик кушать можно. Он вкусный. Собрали с дерева тех, которые еще более плотные, пойдут на переработку. Те же, что упали, уже и портятся. Нужно вылучить косточку, а мякоть пойдет на компост. Самый крупный, который попался, 83,4 грамма. Вот такой. Это вот еще одно. Пятое дерево хасанского персика на другом участке. Здесь тоже осыпалась уже, наверное, большая часть плодов. Здесь нагрузка большая. И они здесь немножко поменьше. Сорву несколько, чтобы сравнить с манчжурским. Вот они здесь. Но этот еще немного туговат. Вот такие. Здесь вес плодов, наверное, грамм 40-50. А это ряд персика манчжурского. Это тоже сиенцы с деревья, из семян. Вообще он к этому времени еще абсолютно зеленый, как вот этот. Он будет созревать в сентябре. Но поскольку это сиенцы, то некоторые отличаются. Некоторые деревья отличаются от других. В том числе и по сроку созревания. Хасанский пока положу сюда. И, например, вот на этом дереве вот уже плоды начинают созревать. На остальных деревьях еще зеленые. Вот возьму несколько. Они уже вот мягкие.